Привет, друг! У меня есть пара минут, чтобы рассказать о главных новостях популярной культуры на сегодня. Поехали! Атмосферный биомеханический хоррор Scorn в очередной раз выходит на Kickstarter. В 2014 разработчики отменили сбор средств, так как получили частное пожертвование, превышающее необходимую сумму. Разработка началась, но в указанный срок игра так и не вышла. Сейчас студии требуется 150 тысяч евро, и в подтверждении того, что они не сидели сложа руки, был представлен геймплейный трейлер. Теперь обещают, что возможность проникнуться атмосферой Гигера у нас появится только в следующем году. Дополнение для Resident Evil 7 увидит свет уже в этом году. 14 декабря состоится релиз DLC Nata Hero, сюжет которого расскажет о злоключениях Криса Редсвилда после мрачного замеса в Туми Бейкеров, учиненного Итаном. Оно достанется бесплатно всем обладателям игры. В тот же день выходит и End of Zoey, еще одна история на этот раз про Зои Бейкер, цена вопроса 15 долларов. Помимо этого можно будет приобрести Gold Edition, в которой помимо указанных DLC и самой игры будут также первый и второй баннед футаж. Гарри Ньюман, автор Гарри Смот, анонсировал свой новый проект Ascent Box, который запросто может стать духовным наследником знаменитой песочницы. По словам разработчика, они сумели, по сути, создать свой собственный движок на базе Unreal Engine 4 и обеспечить ему обратную совместимость с Source. О преемственности говорить пока что рано, но у новой платформы для моддинга определенно будут общие черты с оригиналом. 25-й фильм о Бонде, по слухам, расскажет трагичную историю краткосрочного брака английского шпиона. Лейтмотивом картины станет месть за убийство любимой жены, и если все это правда, получается неплохой реверанс в сторону на секретной службе Ее Величества 69-го года. Новый 007 запланирован на 8 ноября 2019-го. Первый эпизод приключений Бэтмена от Telltale теперь доступен бесплатно на iOS. Тем временем появилась реальная возможность для Джона Сины сыграть Шазама в одноименном фильме от DC и Warner Bros. Учитывая, что вокруг роли Черного Адама уже давно вьется Дуэйн Джонсон, мы можем стать свидетелями одной из самых запоминающихся боевых сцен в кино. Ну и да, конечно же, сегодня выходит Destiny 2 на консолях. На сегодня все. Ставь лайк, подписывайся, заходи на konobu.ru. Меня зовут Джон Никола, и до встречи на том же самом сайте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!